5, подождись, 5, 5, 5, 5, 5, сегодня он 4 получил. Что с ним? Стресс. Стресс? Стресс, да. Ему реально хреново. Двожник, на него смотрят, говорит, точно не бил. Я тут каждый день пытаюсь хотя бы 3 получить, а он за 4 растает. Понимаешь? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3 получил, что с него? Все. У-у-у-у, он говорит, точно, псих. Нормально, 3, можно дальше жить. 5, 5, 5, 5, 2. Что с ним? Все, мир рот ему отлично. Знаете, почему? Нет, не суетит. Слава богу, что в школе нет. Видать, сейчас жестко шкура в одну вещь, да? Ну, что за фигня, скрыть не брал. Если ребенок не дал, им дэй, не поступил, родители, знаете, что вы делаете? Базу из галки. Поздравить. Потому что остается 2 варианта. Либо бизнес начать, либо пойти работать. Я вам еще раз говорю. Не было такого случая, что человек не поступил из дома. Все, пошел домой, на медитацию, сел из дома. Он начинает в любом случае шевелиться. Ребят, смотрите, какая позиция у обоих. Интересная очень. Самая ценная, помните, в этом? Время. Время. Что из них время ценит? Двое снис. Двое снис. Нет, сейчас, я тоже его осмотрю. Скажите, честно, отличник каждый день информацию кинет ищет, когда домашние задания делаешь. Нет. Пятик учились. Просто выду, прийти в школу, лишь бы пятерку получить. Ради родителей и ради учителя. Но не ради себя. Зубрит. Но самое интересное, дальше проверим. Отличники тому не дали? Получили. Ну, это уже только, если взять славу через учеников по закону Пареста, 20% шестератличники, так? Себя всегда на первых трех пашек, так? Да. Так? Так. А с кем они это общаются? Нет. Ни с кем не общаются? Отдельно. Они заболевированы, ни с кем не общаются. Вообще никак. С паралитной классом фильмы более не общаются. Да? А это значит? Списк контактов, значит, вот, отличника. Нет. Ну, и самый важный, по-другому закону, математик, где он живет, знаете, какой? Один, плюс, один будет? Два. Все, он съехать не может. Почему на работу отличника берут? Отличники боятся шаг влево, шаг вправо, расстрел. Но самое интересное, отличники думают, что они умные. Я ж вам начальство, быть умным, не учиться, скажу, это разные вещи. Должен, как он любит тебя, цели? Вечером, если этот зубрит, а вы знаете, что вечером нельзя очень? Мозг страдает. А вечером мозг информацию никак не воспринимает. Этот вечером дубрит, а этот вечером чем занимается? Релакс. Дай, 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 дай. Правильно? Но самое интересное, когда утром он просыпается, он просыпается с единственным тылем своей жизни. И первое, что ему в голову приходит, поиск информации. И коммуникативность у него очень хорошо развита. Заметный точник, совсем непрасный, я чаю. Да, точно. И секонтактов обширны. Он понимает, что в классе возможно не дадут, зато в параллельном классе этот пример уже давно прошли на неделю вперед. Значит, пойти можно у кого-то. Писать, договориться. Они умеют выживать. И им плевать 1 плюс 1, 2. Им верит бы получить 3. Знаете почему? Он ценит время. Он не хочет на второй год оставаться. Это правда жизни. Вот для этого и родители. Детей нельзя ругать за оценку. Пусть он в школу, в институт входит не для того, чтобы быть крутым отличником. А чтобы что? Общаться. Общаться. Окружение создаёт человек. Любой успешный человек состоит из двух вещей. Первое. С кем общается и что читает. И всё. Никаких секретов нет. Если кто-то спросит, секрет, успех есть? Да нет. Самый простой ответ, что такое успех, объяснить? Новая привычка. Почему новая привычка? Объяснить. Вот то, что с тобой сегодня происходит, это же твои привычки тебя привели к этому. Правильно? Заведись себе одну новую, я тебе гарантирую, твоя жизнь поменяется. Даже сегодня то, что вы пришли сюда, слушайте, это тоже принятие решения. Это тоже новая привычка. Заведись себе привычкой каждый день приходить слушать. И ещё раз, и ещё раз, и ещё раз. Потому что после этого рассказа вы думаете, что все работы просят и пойдут в бизнес? Нет. Единицы, двое поймут. Два человека из всего зала. Вы думаете так? И все думают, что это я. Все так думают, что это я. Объяснил? Но откуда это всё пойдёт? Кто нашим родителям в голову это вложил? Их родители. А им кто? Их родители. А им кто? Их родители. А им? Советский Союз. Советский Союз. Советский Союз. Сейчас не выкликуйте, а то опозорит. Тихо. Что я нарисовал? Треугольник. Треугольник. Почему у нас люди купили? Вот, просто человек рожден должен, ну, пирамиды, не был купить. Все в Казахстане, видя треугольник, говорят, пирамиды. Треугольник. Ну, никак не Мероника. Закон 1.9.90 называется. Во всём мире простой закон. 10% людей это самые богатые люди на земле. Сейчас по-другому покажу, чтобы легче было. Знаете, как его мужика об Эркесе? Слышите? Вот читайте его книги. Это настольный справочник всех богатых людей. Вот он интересную штуку нарисовал. Он взял два треугольника, перевернул и показал такую штуку интересную. Он написал, что 10% людей на земле владеют 90% денег земли. А вот 90% владеют только 10% денег земли. И все деньги раздели. И ты меня не дели, ты меня не дели. Так не дели.